Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы мои отдельное вам. Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, перед тем, как я перейду к обзору самого стрима, я хочу поговорить о том, что творится у Лёли в телеге и какие уникальные это люди. Лёля сделала скрин, комментарий, который ей прилетел по поводу её золотой пипи. Вот смотрим, сало и молочка с доставкой молочки из золотой бритой писы, рука из писы в... и дальше, ну как бы понятно, где рука. И Лёля пишет, признание хейтерами моей пипи золотой под скриптом типа хейтеры, вы что, не бреетесь? Ну, во-первых, Лёля, я тебе скажу, что современные методы ухода за золотой пипи заключаются не только в бритье. Ты как-то, я не знаю, развивайся в этом направлении, коль уж ты затронула эту тему, откройте маленькую занавесу тайны, есть мастер шугаринга. И это очень доступно. И тогда пипи твоя будет просто действительно золотой, в идеальном порядке, красивая, ухоженная. И брить там ничего будет не нужно. Лишний раз её, так сказать, не травмировать. Не дай бог она из золотой скатится до уровня серебряной. Но самое смешное, ребята, что там творилось в комментариях? Это Яшик храпит, чтобы вы не пугались. Что там, ребята, творилось в комментариях? Там вот хомячки, ребята, просто рвали и метали о том, какая извращенка это написала. То есть их не смущает, что Лёля говорит о своей золотой пипи. И я так понимаю, что когда тётя в 36 лет осознала, что такое оргазм, наконец-то это чудо произошло. То есть девочки, да, там в 18 уже знают, о чём идёт речь. Кто ещё раньше? Но Лёля только в 35 нашла мужика, который там пальцами поэлозил, я не знаю, рукой продолбил. И вот он этот кайф. Так вот, теперь Лёльку повернула на теме золотой пипи. И, ребята, сама об этом говорит, и хомяков это никак не смущает. Как православная женщина рассказывает за руки мужчины, что у неё золотая пипи. Она нет, она не извращенка. Но женщина, которая написала этот комментарий, настоящая извращуга. Как вообще можно такие вещи писать? То есть когда тётя, которая заявляет, что знает, как себя вести в публичном месте, а Ютуб с её же слов является публичным местом, говорит о своей пи, и рассказывает, как у неё это всё происходит, и говорит об этом неоднократно, это норма. Женщина, которая там ковыряется и нюхает, и ковырялась, кстати, мне зрители напомнили, неоднократно, это не первый случай, когда она ковырнула лёжа в больнице. До этого на стриме с Женей она тоже ковыряла. Мало того, ребята, я вспомнила, что как-то у неё даже отметина была на штанах, когда Лёлька ножки свои раздвигала, скажем так. Поэтому это уже неоднократно. Было второй момент, ребята, когда человек показывает свой лобок, когда человек рожает в прямом эфире, кормит грудью в прямом эфире для её хомяков. То есть меня одевает чулки, при мужчине ещё снимает это на камеру. Это, конечно, ни в коем случае не извращение. Это всё норма. Но если ты написал в комментариях, то ты сразу извращуга. И я так понимаю, ребята, почему они так бурно отреагировали? Им всё-таки нравится тема Лёлиной Пи. Им интересно за это слушать. Сами, да, хоть не получим кайф, но за кого-то послушаем и порадуемся. А может, они искренне радуются тому, что, наконец-то, тётя в 35 лет познала все прелести, секса, интимной жизни. Поэтому, ребята, для меня это было действительно настолько смешно, как они там убогие, да, в комментариях на говно исходили, как же хейтеры опустились и обсуждают Лёлину Пи. И кто, интересно, обсуждал Пи-Пи до тех пор, пока Лёля сама не рассказала, какая она у неё золотая и бриллиантовая. И, кстати, хомячедла, если вы хотите, чтобы ваша Пи была тоже золотой и бриллиантовой, отшлифованная, как у Лёли, вот этот, знаете, бриллиант, который, алмаз, вернее, который ещё не поддался хорошей огранке. У Лёли-то уже огранке поддался. Поэтому срочно рожайте 10 детей, и у вас она будет также отшлифована. Это мой маленький вам совет. И заметьте, бесплатно за это я не требую с вас денег. Ну что ж, перейдём именно к самому обзору стрима. Лёлька рассказала всем нам, что для себя и своих детей она всегда всё делает абсолютно правильно. И в этом уверена. Ребята, а кто бы сомневался? Конечно, всё правильно. И каждый из нас делает правильно. Только вопрос в том, какой ценой. То есть родители тоже делают всё правильно для себя, но семья для своих детей, только делают это всё самостоятельно. Лёля же привыкла постоянно привлекать помощь извне. И, кстати, мне интересно, как бы она справлялась, если бы реально не было Ютуба. Под церковью Лёльки бы столько не нашибали, не накидали. Даже если бы она всех своих 10 деточек расставила под 10 церквями, сама бы стала это 11, и Сашу поставила это 12. Всё равно такого бы выхлопа абсолютно не было. И, кстати, ребята, когда вы её сравниваете с цыганами, я согласна, да, цыгане есть разные. Но Лёля переплюнула даже цыган. Цыгане стоят с протянутой рукой там где-то, да, вот в одном месте. Лёля же цыганит реально на просторах Ютуба. Это намного больше аудитория. То есть она превзошла цыганей там, я не знаю, на 10 шагов вперёд. Цыганим до неё, как пешком до Америки. Ну и дальше Лёлька рассказала, что не очень-то ей понятна реакция хомяков на её взаимоотношения с Сашей. Она думала, что в последнем ролике всё стало понятно, и она расставила все точки над И. И хочет закрыть эту тему. Но хомяки-то не хотят закрывать эту тему. Почему? Потому что в последнее время никаких не было трагедий. А тут такая трагедия, и как можно вот так вот всего лишь после там 3-4 стримов и роликов, рассказов о том, какой херовый Саша, как можно быстро переключиться. Они с этим не согласны. Они к этому не готовы. А Лёле нужно подстраиваться в первую очередь под свою аудиторию и выполнять их прихоти и капризы. И делать всё именно так, как хотят они. Потому что кто платит, тот и заказывает музыку. Ну и далее Лёля рассказала, что любой человек, ребята, может измениться. Если захочет, посмотрите на неё. Здесь я могу согласиться, любой человек может измениться. Но самое главное, из-за чего он меняется? Либо для человека это личная мотивация, да, измениться. Либо расти там в каком-то направлении, я не знаю, заниматься самообразованием. Ну, в общем, не важно. Но это если человек хочет этого сам, а не от обстоятельств, да, под прессом обстоятельств, которые тебя давят, да, и вот заставляют измениться. И опять-таки, а в чём изменилась Лёля? Ребята, ну если посмотреть со стороны, вот она рассказывает, я изменилась. Изменилась только в одном направлении. Она стала ещё наглее, ещё матерей, больше выдумок, больше задора. Именно развести хомяков. Я не вижу никаких изменений. Кстати, как и какого-то интересного роста. И всё, что Лёля обещает о своих психологах, знаете, вот у меня такое ощущение, что она просто смотрится таких, как Сатья Даст, да. В ТикТоке очень много вот таких вот психологов, да, по семейным отношениям. Она хватается вот этих вершков и выносит это в массы. Я даже не уверена, что реально она с каким-то психологом занимается. Ну и далее Лёля пришла в настоящий шок, что ей предлагают подстраиваться под Сашу и стать удобной. Лёля не хочет быть удобной больше. Лёля хочет быть любимой. Что вы ей предлагаете? И опять-таки, ребята, то есть Лёля теперь пытается топить за то, какая она самодостаточная, свободная женщина. И ей не надо ни под кого подстраиваться. Но, к сожалению, да, может быть, к счастью, человек не понимает того, что семейные отношения, которые ты строишь со своим любимым человеком, заключаются в каждодневной работе над ними. И не бывает такого, да. То есть у нормальных людей нет восприятия, что ты подстроился. Есть понимание того, что кто-то где-то кому-то уступил. И вот такое болезненное восприятие того, что именно это подстроится. То есть в чём тогда разница между подстроиться под партнёра и просто где-то уступить. И, кстати, женская хитрость и мудрость заключаются в том, что где-то промолчать, да, а где-то не обратить внимания, где-то уступить. Ну вот как бы там игра. Но это не говорит о том, что ты должна превратиться в половую тряпку. У Лёли просто не хватает вот этой женской мудрости и женской хитрости. Когда женщина умеет, знаете, вот так вот вилять хвостиком и всё равно в любую ситуацию подстроить под себя. Лёля просто не понимает действительно, о чём идёт речь. То есть она привыкла, что ей плюют в харю, и теперь просто Лёлька походу не хочет, чтобы ей плевали в харю, чтобы её били там головой об холодильники, чтобы она там в свободном полёте где-то летала и имела синяки на спине. Поэтому в её понимании подстроиться это опять-таки окунуться именно в такие отношения. И когда нет вот этой мудрости, нет вот этой хитринки, да, женской, она есть практически у любой женщины, да, вот настоящая женщина, она есть практически у любой, то человек видит слово подстроиться именно так. И опять-таки, да, я вообще не понимаю смысла вот этого слова подстроиться. Зачем подстроиться, если можно всё сделать намного красивее, хитрее и чувствовать себя любимой, понимать, что, блин, тебя настолько любят, холят, лелеют, вот знаете, так вот балуют, что ты действительно вот просто можешь себе позволить быть женщиной. А Лёля сразу переключается на тему удобных жён, а теперь она хочет быть просто любимой. А будет ли большой и спорный вопрос? Потому что, ребята, когда мужчина любит, действительно любит, он очень, да, вот как-то фильтрует своё отношение, своё обращение к женщине, своё поведение, в конце концов. И опять-таки, ради любимой женщины он действительно готов меняться. Он готов стать, да, чуточку лучше для того, чтобы его женщина была ещё счастливее. Но масштабно меняться, как об этом топит Лёля, я считаю абсолютно неправильно, потому что человек должен в первую очередь оставаться с собой. Он не должен превращаться в того, кем ты его хочешь видеть, потому что это действительно ты ломаешь человека. Ты заставляешь его стать тем, кем он не является. И нужно действительно уметь как-то мириться с какими-то недостатками человека, с какими-то чертами характера и принимать его таким, какой он есть. Ты либо его принимаешь, либо не принимаешь. Но Лёля топит за обратно. Ну и, конечно, вспомнила о том, как она была удобной женщиной для ЕПшечки-мудачка. Да, возникает вопрос, а нахрена ты была такой удобной? То есть, ребята, простите, но если тебя рылом постоянно окунают в дерьмо, то надо быть дебилом, чтобы терпеть. Да, вот нормальному человеку хватит раз, когда его куйнули, второй раз, третий, на каком-то этапе он скажет, да пошли вы нахрен. Не хочу я, чтобы меня больше кунали в это говнище, да. Я этого просто не допущу. Но Лёля, ребята, крепилась, терпела, рожала детей и вот каждый раз куналась в это говно. И уже не только, Харри, потому что, да, когда тебя кунают лицом и видят, что результата нет, тебя уже всю туда кунают, оставляют, там топят в этом говнище. А ты вот именно в этом находишься. И здесь вопросы не к ЕПшечке-мудачку, а к самой Лёле-мудачке. А как ты это терпела? Второй момент – оскорбление его вот этим мудачьё. Но в таком случае, а кто твои дети? Если они плод чересил мудачья, возникает, естественно, встречный вопрос. Во-вторых, ребята, ни одна нормальная женщина до вот таких вот моментов просто не опустится. Она просто, да, не опустит себя. Потому что я была свидетелем, да, когда-то ситуации, когда девушка сказала мужику, ты козлина. И когда мужик повернулся и сказал, в таком случае, твой сын козёл. То есть, да, всегда надо фильтровать, что ты думаешь и что ты говоришь. И это была просто ситуация при посторонних людях. А здесь это ситуация, которая разворачивается на просторах всего Ютуба. И возникает вопрос, ты такая же мудачка, потому что эти все года ты терпела, крепилась и жила в этом всём. Ну и как дальше рассказала Лёля, подстраиваться под кого-то – это не уважать себя, не любить себя и унижать себя. Интересно, а что Лёля требует от Саши, как не подстроиться под неё и не принять её правила игры? То есть, её понимание, она этого не должна сделать, это унизить себя, не любить, ненавидеть и так далее. А он это должен сделать. Вот так теперь видит Лёлька свои отношения. Так вот над ней поработали её психологи. Ну и в промежутках вот этих душесчипательных рассказов Лёля в шоке. Ролик опять на 10-м месте. Ребята, комментов хреново туча, ролик не зашёл. Поэтому Лёля и просит хомяков по возможности опять-таки пересмотреть видосы. И вот думаю, ребята, когда вообще хомяки всё успевают? Прикиньте, бабок надо заработать, дать, ролики все промониторить, статьи все, это Яшик, не пугайтесь, статьи все прочитать, всё отлайкать, всё откомментировать, в телегу сбегать. Везде, короче, должны активно поприсутствовать, ещё и денег дать, и стримы, конечно же, стримы. Интересно, вот когда действительно у людей хватает на это на всё времени? Вот они кричат, да, хейтеры следят за Лёля. Ребята, так как следят за Лёлей хомяки, ни одни хейтеры им в подмётки не годятся. Ну и дальше, ребята, Быкова пожаловалась, что у неё какое-то нездоровое перевозбуждение. Лёля, Лёля, аль полегче на поворотах, ты меня шокируешь раз за разом. И мало того, ребята, настолько Лёлька перевозбудилась, что два дня и две ночи человек без сна. Вот она находится в таком нездоровом возбуждении, в таком состоянии, что только работает, работает и ещё раз работает. Но при этом утверждает, что за Сашиной штаны, конечно же, она не держится. Ну и дальше, ребята, даже сплакнуло вот так человеку жалко себя. Почему? Потому что теперь опять Лёле нужно привыкнуть мало спать и больше работать. Лёля, неужели ты успела хоть от этого отвыкнуть? Все разговоры только о твоём труде и как ты упахиваешься и упурхиваешься. До этого ты и кричала, что спишь по два, по три часа в сутки. А тут опять надо привыкать. Походу, Лёле надо привыкать вообще не спать. Ну и Лёлька рассказала, что она за штаны Жени, Саши, абсолютно не держится. А я верю, вот ни разу Лёлька за них не держалась. И рассказывает, что она самодостаточная женщина. И если бы хоть раз Саша на неё занёс свой пальчик, знаете бы, где он оказался. Лёля, так только руками, по-моему, Сашка тебя и спасает. Поэтому уймись, пальчик он свой, я так понимаю, заносит часто и регулярно. Ну и опять перешли к теме того, как Саша тяжело работает. Ему тяжело таскать 15-литровое ведро с водой корови. Лёля, я не знала, что мужчине это тяжело. Вот реально, бляха-муха, ребята, Лёлька как колумб каждый раз открывает Америку. Вот благодаря Лёле я теперь знаю, что надо самой подхватить 15-литровое ведро и тянуть его. Потому что моему мужику тяжело. Ребята, я сижу и думаю, это реально какие упоротые её хомячки, чтобы на это вестись. То есть представьте, вот скажи мужику, блин, тебе тяжело 15-литров нести, поставь это ведро, я тебе сказала. Ну и дальше, ребята, хомячки стали на защиту Лёли. Что если Саша не будет делать по хозяйству так, как хочет этого Лёля, то они скатятся до того уровня, когда никто ничего не захочет покупать, это первое. И прибыли с хозяйства не увидят, это второе. Хомячки, а с чего вы взяли, что у Лёли кто-то что-то покупает? Где вы видели вот эти реальные продажи? Где вы увидели тот момент, что у Лёли кто-то что-то покупает? Если она сама жалуется, что ни хрена рынка сбыта нет, что творог никто не покупает, поэтому весь обратно уходит птицы и уходит свинкам. Где вы видели какие-то у Лёли продажи? Вы мне хоть скажите, где это посмотреть, чтобы я это уже увидела и никак не развидела? А второе, о каких прибылях опять-таки идет речь, если вы полностью содержите это хозяйство? То есть потерять прибыль, для того, чтобы прибыль потерять, эта прибыль должна быть. Точно так же, чтобы потерять клиентов, эти клиенты, эти покупатели должны быть. Где вы это все видите у Лёли? И опять-таки, конечно, Лёлька начала за это топить. Ребята, она рассказала, у нее чистейшие коровы. Все стойла сделаны так, чтобы коровы были идеально чистые. Все остальные хозяева засратые, вонючие, коровы у них вонючие. А у Лёли все исключительно по феншую. Чистота. Вот просто, ребята, такая вот серьезная чистота. Там на хозяйстве на уровне со стерильностью. Именно до этого Лёля довела. А почему? Потому что другие не хотят строить такие загоны, такие помосты, как у Лёли. И я, конечно, понимаю, что Лёля говорит правду. Особенно, когда, ребята, я вспоминаю те моменты, что тетя в ночнушке идет в хоздвор. Вот поэтому такая у нее стерильная чистота. Главное, чтобы стерильными были коровы. Самое абсолютно это не важно и не обязательно. От слова вообще и совсем. Самое главное, чтобы стерильные были коровы. А второй момент, который я хочу обратить внимание, это, конечно, о чистейшем и качественном молоке. Да, когда его тряпочкой поелозили, это вымя. Вот я понимаю, какое чистейшее и качественное молоко идет с этого вымяни. И какое вот молоко люди получают. Ну, во-первых, ребята, вымя водой просто не моется. Потому что, ну, это то же самое. Вот вы легли, ну, предположим, на травку полежать. Да, я уже за пыль молчу, понятно, человек. Ну, предположим, да, вот осенило. И вы, как воробушек, решили в пылюке, да, повозиться. И вот, представим, вы повозились, вы пришли домой и сполоснулись под душем. Вот вы стали без применения мыла, мочалки, жидкого мыла, геля для душа вы стали и в таком формате покупались. А потом просто вытерлись полотенчиком. Скажите, пожалуйста, вы будете чистые после этого? Естественно, нет. Вы в любом случае, даже если ты не валялся в пыли, человек как купается, да, он применяет какие-то средства вспомогательные, чтобы быть чистым. Вот точно так же и корова. Как бы ты водичка не пролозил вымя, оно от этого чистым не будет. Это раз. Второе, молочные протоки, да, молочные каналы, то есть в них, когда корова ложится, плюхается выменем, да, на землю, даже в траву, да, все равно проникают микробы. Поэтому первые струи всегда убираются для того, чтобы вычистить вот это все, да, они сдаиваются куда-то. А потом только одевается доильный аппарат. И вот тогда уже можно заикнуться о каком-то чистом молоке. По поводу, опять-таки, качества. А качество молока вы никогда не увидите только на одном сене. Чем сбалансированнее будет питание и содержание животных, качественнее, тем качественнее молоко вы получите. Поэтому, когда Лёля о таких моментах вещает, ребята, мне каждый раз очень весело. Второй, третий момент – это помосты. Эти помосты рассчитаны не для отдыха животного, да, не для стойлового содержания, а исключительно завел и вывел. Почему? Потому что, во-первых, корова боится ступить даже шаг назад, потому что она понимает, что она просто сорвется копытом, ногой, то есть, на низ и может повредить эту ногу. Второе, посмотрите, как лежат эти коровы. То есть, представьте в таком вот положении, когда ты должен лечь в кровать как солдатик. И, например, ты не можешь ни ногой повернуть, ни перевернуться, ни вытянуть ноги. Ты должен спать как солдатик. И, по идее, это как минимум на протяжении четырех месяцев стойлового периода. Ну, вот представьте, вас на четыре месяца в такую позу положили, периодически, например, вам разрешают выйти погулять, а потом в эту же позу вернуться. Вот так у Лёли и содержится корова. То есть, корова не может себе позволить даже вытянуть ноги, потому что их некуда вытянуть. С стойлово настолько узкие, что действительно расчет идет исключительно на то, что корова встала, извиняюсь за вооружение, посрала, поссала. И в такой же формат вернулась обратно, легла. То есть, она не может ни сбоку на бок переворачиваться, ни ноги вытянуть, ни даже жопу куда-то отодвинуть, потому что просто некуда отодвинуть. Поэтому, конечно, коровы чистые. Вторая сторона медали. Я не знала, что, например, сляхи коровы пьют молоко. Для меня самый важный показатель, для меня самый важный показатель, это действительно качество доения, мытье в имени. Ну, никак не ляхи коровы. Слях коров я не получаю молоко. И да, корова такая дама, что может спокойно плюхнуться, если она в комфортных условиях живет, она может навалить кучу. Спокойно ляхами это все растянуть, да, жопой поелозить, и она от этого кайфует. Ну, вот такой есть у них момент, они реально засранки. Очень, по крайней мере, многие из них. Ну, повторюсь, никак не влияют ляхи на качество молока. Главное, правильный уход и питание животного. По поводу, да, вот этого момента, что Лёля чистейшая, ну да, бегать в одной куртке и доить в этой же куртке в магазин, в церковь, действительно, от того, как человек следит за чистотой. Потому что, когда человек действительно помешан на том, чтобы это все было на уровне чистоты, он себе, в первую очередь, этого не позволит. Ну, и дальше Лёлька рассказала, что если бы все видели, как ее предыдущие помощники ухаживали и доили ее коров, то ее бы расстреляли на месте. С маленьким таким вот моментом, поэтому она типа этого не показывала. Маленький такой момент, но Лёля это допускала. И Лёля почему-то разрешала вот так обращаться со своими животными, а вроде же это все уходило на продажу людям. Вот вам и оговорочка, так сказать, от Лёльки. Выдала, болтнула, ляпнула языком и даже не задумалась. И опять-таки это было очень показательно. Я видела, как Сергей Петрович своими ручками формирует масло сливочное. Но тогда Лёлька всех нас успокоила и сказала, что на продажу это делается в перчатках, а для себя это делается голыми ручками. А у меня возникает вопрос, как еще тогда возникало, как идет разделение, что на продажу, а что остается себе. То есть я так понимаю, отдельный морозильник для себя, отдельный для продажи. И именно так это все не путается. И кстати, вот этот момент очень действительно показательный, что Лёлька сняла это на камеру и просто даже не заметила этого ляпа. А почему не заметила? Потому что сама вот эта чистоплотность ее реально не отличается. Потому что, ребята, есть и моменты, которые для хозяйки, для хозяйки-заботчика коров просто недопустимы. А на Лёлю смотришь и это все абсолютно допустимо. То есть человек, который не моет голову себе, но создает антураж чистейших коров. Вот это действительно весело. Ну и конечно отдельно хочется отметить, что зря хомяки все-таки купили Лёли коров. Посмотрите, до чего вы довели человека. Милые бронятся только, тешатся и сколько головника теперь Лёли с этими коровами. Думайте в следующий раз, что и кому вы покупаете. Ну вот такой, ребята, обзор получился. Продолжение, конечно, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok